приветствую вас друзья у меня очередной обзор на очередной цей дау но так как просто так клепать обзоры на похожие ножи уже надоело поэтому я параллельно покажу вам рецепт который ну я частенько как бы делаю для себя это блюдо куриные котлеты но немного такие необычные ну и параллельно но из техник продемонстрирую и посмотрим в работе заценим как раз вот этот вот это нож который я уже показывал предварительно в анонсе это нож с питерского магазина вы вам это не реклама просто констатация факта и в общем что нам понадобится для рецепта в первую очередь нам нужен здесь думаю лук яйцо чеснок ну в общем лук чеснок это желательно яйцо я думаю обязательно все остальные ингредиенты по желанию то есть нам нужно будет какая-то кислинка какая-то сладость и какая-то острота и для этого можно выбирать каждый раз разные ингредиенты экспериментировать выбрать то что вам нравится в итоге что что вам больше будет по душе я на данный момент решил использовать такие вещи как вот собственно чеснок яйцо яйцо для связки и всего в купе будет я взял соус тельяки и я взял сок лайма табаско хабанера вустерский соус ворчестерши ну короче вот так вот он выглядит не обязательно от этой фирмы на чаще всего именно такие попадаются взял устричный соус достаточно специфичная вещь такая но при грамотном использовании она дает такой интересный вкус взял имбирь очень люблю имбирь в подобных вещах обычный черный перец горошком также я возьму китайское рисовое вино так это просто обычная клетчатка я ее тоже возьму так для большей вязкости используется в принципе очень полезная вещь такая все мы следим там за своим здоровьем и так далее как бы здесь она пригодится и пожалуй я еще возьму такая штука тоже показывал в распаковке это своеобразный китайский вроде вроде как душистый перец но он немного другой не такой как продается в магазинах благо у меня вот такой есть я немножко его добавлю просто для специфического аромата это абсолютно не обязательно это просто как кому нравится я в данный момент просто использую в первую очередь что в первую очередь нам нужно ножи немножко подготовить поэтому следы от может остаются страшно немножко на алмазе их прогоним да нам нужно будет два ножа это можно конечно делать одним ножом все это новым двумя ножами два раза быстрее прогоним буквально по чуть-чуть чтобы удостовериться в остроте это вот один у нас нож достаточно и второй один из моих самых любимых ножей тоже посмотрим чуть-чуть взбодрим ему заточку именно взбодрим потому что ножи в принципе острый в общем такой остроты нам достаточно для приготовления и так что мы делаем первым делом да еще нам понадобится вот такой соевый соус но это тоже опять же хотите добавлять хотите нет просто у нас в итоге должно быть какое-то сочетание определенных вкусов то есть чтобы гармонично у нас сочетались острота горчинка сладость кислота и и прочее это ну не суть важно кому как нравится в первую очередь конечно мы должны разделать улицу но я для начала обработаю у нас или чеснок просто чтобы работать с ними на сухой нормальной доске я не хочу использовать сейчас несколько досок поэтому мы с ней за одну как бы и проверим как бы как работает именно этот нож потому что другой нож мы уже видели ураганин нам не нужна вся головка в принципе там на одну курицу нам достаточно будет настолько вполне хватит я очень люблю чеснок поэтому я бы и всю головку сожрал но я не один буду все это употреблять поэтому все-таки стоит учитывать чужие вкусы и делать более таким более популярный вкус рецепт на самом деле достаточно простой интерес вызывает именно техника рубки курицы и подбор ингредиентов именно подбор ингредиентов и определенным образом нарубленная курица нам делает весь этот рецепт но не то чтобы уникальным интересным естественно что отрезаем все эти ненужные части нож приятный за счет своей тяжести и можно работать потому что он сам лежит просто на доске буквально микро движение нужны для того чтобы он ездил и можно им делать называемый маятник какие режем мелко но здесь в принципе особой мелочности не надо потому что котлеты у нас будут именно рубленые поэтому здесь не надо никаких чеснокодавилок никаких не дай бог терок терки я в принципе не люблю расскажу в следующий раз почему ну сразу что хочется сказать он для вот таких вот вещей которые я сейчас делаю то есть для вот это вот прокачивая для маятника немножко тяжело он очень удобен а вот для вещей типа вот такой вот шинковки пушка там удобен но тяжеловат если не не рассчитать силу сложно будет также что на следующий имбирь весь этот имбирь мы использовать не будем достаточно много вот этого куска более чем достаточно будет курица там у нас будет около двух килограммов очищаем имбирь это не мастер-класс по очищению имбиря поэтому не обращайте внимание на то как с имбирем работают нам нужно нам нужно его более-менее измельчить так чтобы крупные куски нам не попадались на язык потому что это ну не очень приятно он должен аромат давать что-то типа того но это достаточно еще много поэтому мы удобнее делать шефом для того что у шефа изогнутая кромка и он прям вот так вот прокатывается туда-сюда здесь у нас этого не наблюдается поэтому приходится делать вот это вот в таком варианте уже у нас более меня хорошо все так же поступаем с луком лук тоже естественно так как у нас котлеты надо измельчить достаточно мелко поэтому сразу опять же скажу что для таких операций нож тяжеловат то есть если именно рукой вот так вот работайте постоянно поднимать нож вверх не очень удобно все таки качать думаю будет удобнее для качения но это наверно все таки не сандау это вот у нас нож он легче гораздо и если же мы это почему я не мою потому что нож после обработки луком он только на нем просто патина образовывается и после лука нож можно и желательно углеродистые ножи после лука просто протирать и не мыть лук благотворно влияет на углеродистые ножи скажем так вот если мы тоже самое будем продолжать этим ножом делать то приходится делать вот так вот и это требует некоторых усилий другое дело что вот так делать прекрасно он под своим весом сам лежит и мне достаточно просто рукояток туда-сюда идет вот ну и что дальше дальше приступаем собственно курицы большой плюс того этого ножа в том что он длинный не всегда я могу практически видеть со всей доски одни движением все снять дальше ну так ну наверное сразу перченый перец некоторое количество мельчим думаю будет достаточно я люблю перченая поэтому для меня такое количество вполне вы можете видеть и плюсы этого ножа в действии дальше что ну дальше давайте немного добавим такой перца экзотического экзотического так сказать его я не хочу много добавлять потому что мало ли вдруг как-то плохо скажется на конечном блюде поэтому эксперименты надо тоже делать аккуратно и осторожно дальше курица и почему этот рецепт я решил показать мне он очень интересен тем что это практически безотходная такая вещь то есть кости которые у нас останутся я их пущу потом на бульон и на этом бульоне какой-нибудь суп приготовлю либо буду использовать каких-то других блюдах где требуется добавление бульона это другие вещи а с курицей мы что сделаем мы с остального филе сделаем сделаем котлеты это все отставляем здесь вот на краешек просто положу вся шкура нам тоже нужно вот в чем именно хорош этот рецепт так это в том что нам не обязательно выбрасывать шкуру то есть она нам в принципе понадобится ну и поехали уже после того как я поработал немного со специями такой запах не передавая но весьма интересный потому что вот этот пелец китайский я его в первый раз использую но запах уже такой что ух интересно что получится у нас в конце в общем то все у нас остов остался мы выбираем сейчас специально не делал чего-то такого хитрого не делал так чтобы там на костях совсем не осталось мясо просто что у меня мясо тоже пригодится у меня где же галимовый костик голодать как говорится да поэтому это некоторая небрежность она оправдана тем что не собираясь выкидывать или перемалывать какую-то муку которые будут кормить там свиньи там лошадей или еще как я буду кормить этим себя так так сами разобрались почти что нам надо сделать нам надо еще избавить от костей ноги опять же можно конечно снять мясо с целой ноги но мы здесь не задаемся целью понтоваться какими-то там умениями нам просто нужно снять мясо поэтому снимаем вот так чтобы косточки тоже чуть-чуть бы досталось да осталось да и ну что снять не самый скажем так не самый обвалочный так кстати крылья тоже буду точно также мариновать со всем фаршем я их просто все равно буду точно так разжарить на гриле и пусть они точно также маринуются это настолько в плюс так 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 главное в этом деле спустя десятки раз порезанных пальцев не торопиться так ну и что начнем пожалуй пока уберу сейчас нам надо это все перерабатывать фарш именно поэтому я вот это вот все не убирал нам эта шкура как источник жира нужна для того чтобы у нас котлеты не получились сухими вот поэтому начинаем делать это надо порциями мы сейчас как понимаете будем это все рубить и делаем это все совершенно не переживая нет не переживая за результат потому что что мы делаем и ну просто без особого напряга потихонечку начинаем делать это вот вот оно все так разъезжает у нас а вот 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 как видите ничего сложного нет никаких здесь особых техник и скорее всего увидели наверное такие вещи узбекской кухни когда это делается геймитежами ну так вот узбеки это не единственные которые применяют такую технику китайцев она тоже довольно распространенная когда они делают там свои вантоны и прочие вещи что здесь важно важно не долбить через силу не долбить через измерно потому что иначе вы будете просто незаслуженно издеваться над доской это во первых во вторых ножи должны быть массивные чтобы они по сути сами падали вы просто направляете и чуть-чуть их поднимать они сами рубят ну еще во время удара чтобы наш всей плоскостью приземлялся то есть чтобы не было вот такого ну и да еще с этим шкурочка здесь вот видно не прорезано нифига угол менять надо если мы чувствуем что где-то проходит нужно доски где-то не проходит то на тех местах где не проходит естественно мы там посильнее долго где проходит хорошо мы там про вот собственно первая часть у нас уже готово дальше у нас осталось вот подрежем немножко лучшего ряда не выбивалась грудка опять же говорю в чем в чем радость в том что шкуру мы не выбрасываем а если мы выбросим шкуру то просто они будут суховатые а здесь нам шкура как раз и дает вот этот вот эффект и это не может не рада поехали поехали так что многовато наверно я здесь пожалуй поставлю на паузу вы видели с какой скоростью это все происходит отнимать вас применим тем не менее не хочу поэтому когда мы все это додолбим я опять подключусь так ну вот еще одна штука мы практически закончили но когда мы такую тему делаем то вот когда мы так вот сложили еще можно поворачивать его под углом чтобы именно не оставалось какие-то продольных полос в общем достаточно что-то нам нож больше не понадобится все и эту всю радость мы убираем реально прошло но минут пять наверное ну может чуть чуть больше что мы делаем с крыльями некоторые вот эти вот штучки в принципе отрезают выкидывают я не знаю я их люблю грызть когда они поджарены но нам для того чтобы крылья у нас никак не топорщились во время жарки нам надо вот так вот по суставу их подрезать не до конца вот здесь и вот здесь прям не до конца чтобы вот такая штука была и туда же со вторым точно так же поступаем чтобы на одной шкурке она висела чтобы ничего там не стягива и здесь получается вот такая вот картину так я надеюсь у нас лескость там сильно не теряется нигде сюда плохо видно так ну и что делаем дальше в общем то все на этом использование ножей закончено здесь мы уже начинаем скажем так колдовать доску убираем мы в принципе эти вещи все поснимаем ну вот у нас все порублено напомню у нас там уже мелко порубленный лук чеснок черный перец толченый китайский душистый перец и имбирь что мы дальше сюда добавляем яйцо для связки нужно мы не будем здесь какие-то экзерцисы делать с тем чтобы отделять там желток от белка там и так далее как бы оно нам нужно для связки и я не советую использовать даже в больших объемах больше одного яйца потому что у нас консистенция поменяется поэтому нам одного яйца более чем достаточно дальше добавляем немного терияки но терияки в принципе можно прогулять побольше потому что нам здесь нужна некоторая сладость в итоге нам будет только в плюс в блюде добавляем чуть-чуть сока лайма это у нас добавит не просто кислоты а добавит некоторые такой цитрусового аромата он еле-еле будет заметен но это будет интересно это будет только в плюс блюду добавляем сюда вино это тоже фактически для кислоты делается противником алкоголя можно не палец потому что при готовке все равно весь спирт испаряется тоже чуть-чуть добавляем сюда густерский соус много его не надо добавляем табаско для остроты я люблю поострее поэтому я добавляю много вам я специально не говорю никаких пропорций все я это делаю и в данный момент на глаз хотя это делаю не первый раз я просто знаю свои вкусы свои вкусы моих друзей которые это будут пробовать устричный соус тоже немного относительно немного на этот объем добавляю клетчатку это можно вообще без нее обойтись но она у нас делает более интересную консистенцию на вкус она не влияет абсолютно никак ну и соус соус это кстати тоже соус из того же самого магазина даже не буду говорить из какого а то действительно сочтут за рекламу ну соуса можно поболее так добавить этот соус еще у меня мощный поэтому я его не так уж много если есть соус какой-то другой покупной то его наверное надо будет побольше делать потому что этот именно китайский он действительно настоящий соус он прям вставать и такой ну и что ну и мешаем это помните крылья здесь точно так же я добавил со всем остальным чтобы оно тоже промариновалось ориентироваться предлагаю по запаху либо можно еще что сделать можно замешать и не дождав не дожидаясь того пока все промаринуется просто сделать маленькую котлетку пожарить и попробовать ее на соль на в принципе на вкус или там по вкусу чего-нибудь добавить там чем-нибудь разбавить и так далее сами видите как бы процесс достаточно простой ну и оставлять это долго мариноваться там на ночь я бы не советовал потому что большая вероятность из того что это все пропадет ну что это все-таки курица такая вещь достаточно опасная если не соблюдать какие-то основные правила поэтому вот так вот пусть полежит помалянуется у меня консистенция получилась густоватая поэтому я наверное еще соевого соуса добавлю что соль я не добавляю а соевый соус лишним не будет если у вас получится если вы например не используете какую-то там клетчатку или там какие-то еще другие загустители типа там например сухарей каких-то молотых или еще чего-то если будет жидкое не переживайте потому что там есть яйцо оно все это свяжет там есть жир из кожи который вытопится поэтому на консистенцию я предлагаю не обращать внимание и ориентироваться просто по аромату использовать просто свои любимые специи но часто немножко постоит и потом мы пожарим посмотрим что у нас из этого получится так на 20 минут где-то у нас все это промариновалось и давайте приступим все-таки к готовке блин просто вот так вот ложками и выкладываем что-то типа оладушков у нас получается такое много и выкладываем если можно это все пережить вот что у нас примерно получается ждем здесь буквально минута даже меньше прижимаю немножко чтобы вот уже получается вот так это у меня это у меня гриль электрический домашний ничего такого особо удивительного но точно так же это можно делать и на сковороде просто если мы на сковороде это делаем то просто форму так чтобы они были примерно одной толщины по всей плоскости чтобы не было такое что где-то жарилась а где-то не дожарилась но то я думаю каждый это и так понимает запах к сожалению видео не передает но запах отличный все происходит хорошо выглядит примерно вот так все немножко подождем и проверить и проверить буквально еще 10-20 секунд и точно все будет готово. Думаю, хватит. Вот такая тут получается красота. Вот так это выглядит. Ну и как-то внутри. Можете посмотреть. Внутри у нас все прожарено. Все отлично. Попробуем. Но вкусно твою мать. Я сейчас закладываю в новую партию сразу. Закинем к рыбушке. Крышки максимально очистим. Все штуки. Крышки лучше жарить отдельно, потому что они жарятся дольше. Второе копаем. Кстати, насчет крылышек еще одну штуку покажу. В этих местах они толще, поэтому здесь желательно сделать вот так. Это надо было сделать вот до того, как мы их начали мариновать. Но можно и сейчас. Вот так вот это подрежем, чтобы толщина была примерно одинаковая. Одинаково. И точно так же их накрываем. Ну вот как-то так у нас все получается. Дайте пока вот это покажу. Еще раз. Еще раз. Это действительно вкусно. Очень рекомендую попробовать такой рецепт. И саму технологию приготовления рекомендую попробовать. Без всяких мясорубок, без всяких терок. Сделайте так и удивитесь результатом. Консистенция совершенно другая. Структура будет совершенно другая у котлет. Ну я не думаю, что мы будем ждать, когда он открыт и приготовится. Это не будет сами. А так, спасибо за то, что вы были со мной все это время. Потратили свое время на просмотр этого видео. Если вам интересен такой формат, то я буду дальше делать какие-то вещи. У меня есть несколько задумок. Ну а пока что... Пока что что? Кушайте то, что вам приятно кушать. Готовьте то, что вам приятно готовить. И по максимуму совмещайте эти вещи. Спасибо за просмотр. Не болейте.